Честно говоря. Здравствуйте, это программа Честно говоря, и я Кристина Никитина. Сегодня у нас будет необычный эфир. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире и будем ждать ваших звонков. Но сегодня у нас эфир будет особенный. Сначала представлю нашего гостя в студии Радио 1, фотохудожник, продюсер, член Союза фотохудожников России Аслан Ахмадов. Здравствуйте, друзья. Сегодня 12 ноября. Так случилось случайно или не случайно, потому что говорят, что в нашей жизни случайностей нет. Сегодня 85 лет со дня рождения Людмилы Марковны Гурченко. Говорят, что незаменимых людей не бывает. Бывает. Так написали вы в одном из своих постов. И сегодня мы начинаем не только с этого имени, но и с музыки, которая связана с этим замечательным именем великой актрисы. В прямом эфире Радио 1. Песня Людмилы Гурченко. В исполнении Аслана Ахмадова. В связи со снежными заносами. В связи со снежными заносами. Совсем дороги нет. Совсем дороги нет туда, Где так живет девчонка с косами, Что покорила навсегда. А может, делай не в снежности, И все расчищены пути, А просто нету больше нежности, А просто нету больше нежности, И, значит, незачем идти. Что в жизни часто так случается? Неутешенье для меня Моя любовь со мной прощается Среди заснеженного дня. И зря терзать меня Расспросами О том, чего уж больше нет В связи со снежными заносами. В связи со снежными заносами. Вполне достаточный ответ. Вполне достаточный ответ. Спасибо. Спасибо. После этого хочется сделать небольшую паузу, наверное, и в память об актрисе, и о той музыке, о том настроении, о тех фильмах, которые она нам дарила. И с ее именем связано ваше имя, потому что вы были ее другом. И в те годы жизни, которые стали для нее последним, вы были рядом. Многие из нас знают ее как Люсю, которая всегда осталась для нас, зрителей определенного поколения, в определенном возрасте. Вот она всегда такая, нестареющая, неунывающая. Но ведь это все то, что в кадре, все то, что на людях. Вы знали ее и за кадром, в том числе за кадром вашей фотокамеры, за кадром телевизионных камер. Какая она была в жизни? Очень спокойный. Невероятно честный. Просто до неприличия честный. На нее обижались за это? Я думаю, что в первую очередь именно за это. Потому что она никогда не держала ничего так вот за пазухой. Она все, что думала, сразу говорила. И это часто было причиной недовольств тех людей, которые с этим не соглашались. Дело в том, что у Люси было совершенно невероятное чувство, такое повышенное чувство справедливости. И она... Вообще удивительно, как она с таким мироощущением прожила в то время. Это сейчас-то, в общем-то, непросто. А вот в те советские времена это было просто совершенно невыносимо так жить. И я думаю, что благодаря этому своему качеству она нажила себе огромное количество неприятелей, мягко говоря. Но не сожалела об этом? Вообще нет. Она никогда ни о чем не сожалела. Это удивительное совершенно ее качество. На самом деле, это, видимо, такой защитный механизм был, поскольку недоброжелателей было очень много. И нужно было... Она была человек очень хрупкий во всех смыслах. И душевным, и физическим. Да, то есть ей нужно было себя как-то оберегать. Поэтому она очень... И, кстати говоря, в жизни она была очень немногоословной. Вот она так вот умела прям точно выражать мысль, буквально там пару слов. Очень хорошо характеризовала людей. Буквально. А есть у вас какие-то воспоминания? Кого, как она называлась? Ну, есть какие-то очень неприличные. Так что Люся часто за словом в карман не лезла. Она прям вот говорила. Гнаме... Вы знаете, как-то она прям вот точно умела давать характеристики. Одна из первых моих съемок с ней... Я снимал ее дома. У нее же дома. И в этот день так случилось, что мой ассистент... Вообще у меня такая уже годами сложенная команда людей, которые со мной работают. Потому что для человека, который работает в фотографии в портретном жанре, очень важно создать атмосферу. Чтобы человеку, которого ты снимаешь, ему было комфортно, чтобы он расслабился, чтобы произошла какая-то такая... Это почти такое медитативно, как психоанализ, знаете? Сеанс психологический. Да, психоанализ, да, да, такой. И очень важно, чтобы все люди внутри этого процесса, они создавали комфорт тому человеку, которого снимаешь. Так случилось, что мой ассистент, с которым я много лет работаю, то он заболел, и мне пришлось взять буквально случайного человека. И он вот все ему... То он уронит прибор, то он там что-то не там где-то встанет. И Люся подходит ко мне, и она говорит... Тихо так подходит и говорит... Зачем он тебе нужен? Отправь его домой еще. Вот так вот просто. То есть она не терпела случайных людей, не профессионалов. Для нее вот... Неважно, чем ты занимаешься. Вот главное, чтобы ты был на своем месте. Для нее это было... Она была человеком, беспрекословно служившим своей профессии, абсолютно до микронов понимающей свое предназначение в жизни. И она понимала, чему она служит в этой жизни. И таким образом она считала, что все вокруг должны относиться именно так же, как она. Я, кстати говоря, с ней в этом абсолютно согласен. И тоже благодаря этому своему качеству часто наживаю себе недоброжелателей вокруг. Но вот эта вот ее бескомпромиссность во всем... Но это же вообще свойственно женщинам того поколения. И вы не с одной с ней работали. Есть замечательный проект, который вы делали вместе с Сергеем Майоровым, который тоже недавно был у нас здесь. Да, Баби Лета, да, да, 34 актрисы мы сняли. Великолепные актрисы, кинобогини, как их называет Сергей Майоров. То есть нужно было найти подход каждой. Вы показали их невероятными. Вы показали о том, что в любом возрасте женщина прекрасна. Вы показали глубину. Без слез невозможно смотреть. Слез в хорошем. Я сколько раз видела эти проекты. Я не могу равнодушно смотреть, потому что в этом какой-то смысл жизни. Мы вспоминаем своих близких людей, ушедших, своих бабушек, вот этих настоящих, знаете, таких женщин. Для меня это было необыкновенное счастье и гордость, что я имею к этому отношение. Я бесконечно благодарен Сереже Майорову за то, что он меня пригласил участвовать в этом проекте. Поскольку эти невероятные женщины, которых мы снимали, это даже не просто живые памятники. Понимаете, это вот люди, которые так или иначе создали даже не летопись нашего кинематографа, а они как бы стали вот частью, оформлением нашей жизни. Вот понимаете, то есть как бы вот того, что являлось, того, что делало наше сознание кинематографичным в каком-то смысле. Когда они уходят, как будто бы уходит почва из-под ног, когда вот мы, поколение, которым там 40 и больше лет, когда мы знали, что обязательно мы увидим их там на какой-то праздник на сцене, когда мы увидим эти фильмы любимые, мы просто знаем, что где-то там они живут и они где-то рядом. Когда они уходят, они уходят. К сожалению, что-то меняется в нашей жизни, вот какая-то такая... Мы меняемся же в течение... Вообще так все, вот за последние несколько лет, наверное, люди любого поколения, становясь старше, эту фразу произносят, что жизнь очень быстро меняется. К сожалению, да, уходит старшее поколение, уходит... Но, к сожалению, вот сегодня, оглядываясь вот на тех героях, на которых равняется... Ну, опять же, это, наверное, такое вот такое... Это такое... Я брюжу, как уже человек, переходящий в другой возрастной этап. Но реально нет людей, которые бы производили бы такое впечатление на тебя, такое, когда ты испытываешь невероятный трепет перед тем человеком, который создал что-то невероятное. Вот катарсис, каждая... Мы сняли 34 серии. Вот я не мог уйти с площадки. Моя задача была на съемочной площадке всего лишь снять портрет. Всего лишь снять портрет. Это, ну, буквально, может быть, час. Четыре часа писали интервью. Я сидел, не уходя с площадки. И каждое слово, каждый жест, каждое... Все было важно, понимаете? И было ощущение, что перед тобой сидит Бог. Не просто актриса, не просто красивая женщина, не просто человек с какой-то там судьбой, которая так или иначе как-то отразилась на культурной истории нашей страны. Ощущение трепета и какого-то... Какого-то такого... Невероятного какого-то света. Понимаете? Я даже не знаю, кто сейчас из молодых артистов, актеров вызывает такое ощущение. Мы еще об ощущениях поговорим. У нас есть телефонный звонок. Мы работаем в прямом эфире. Алло, добрый день. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните. Здравствуйте. Меня зовут Станислав. Стасик Садальский звонит нам. Здравствуйте. Я тебя по голосу сразу знал, мой хороший. Здравствуйте. Забор покрасьте. Слушай, а возможно вот песню я больше нигде не слышал, где ты слюси пел во дворце съездов, потом ее порезали. Это можно вот эту песню есть? Какая же эта песня? Был шикарный черно-белый клип, и вы с Людмилой просто умопомрачительная песня была. Что же это было за песня? Это был дуэт с Люсей? Да, дуэт, да. Дуэт с Люсей. Что это было? Ну, я бы хотел... Три года ты мне снилась, нет? Стасик, я... Нет, нет, другая песня, она неизвестная. В эфире сейчас так быстро не вспомню. Мы будем вспоминать в течение эфира. А это вот, это, это последствия ковида, наверное. Наверное. Ну, раз вы уже нам дозвонили, Станислав, на ваш взгляд, на современной сцене, на современном кинематографе, есть женщины, которые подстать вот тем, о которых мы говорили? Ну, сейчас, вы знаете, как одна женщина легкого поведения сказала, сейчас все хотят побыстрее за даром. Приглашают обычно тех людей, которые не профессионалов. Аслан высочайший профессионал. Спасибо, дорогой. У него интонация, потому что вот его песня, эхо, он поет, это что-то. Спасибо, дорогой. Там три миллиона просмотров у него на ютубе. Стасик следит за майнд творчеством. Давайте, пока. Спасибо большое, что вы нам позвонили. Ждем вас в нашей студии тоже в качестве гостя нашей программы. Стасик прекраснейший, я его очень люблю. Еще одна фраза, которую я увидела в посте под одной из ваших фотографий, о том, что красивое лицо после 50 лет нужно заслужить. Фотошопом и искренностью глаз не нарисуешь. Это правда. На ваш взгляд, как профессионального фотохудожника, какая эмоция портит наше лицо максимально? Фальш. Это главное, что портит... Вообще, на самом деле, вот понимаете, в чем дело? Современная жизнь, она... Современная монетизированная жизнь, она предполагает фальш. Вот все вокруг становится максимально фальшивым. Мы все пытаемся завуалировать. Мы все фотошопим, понимаете? Вот абсолютно все. Товары в магазине, лица, отношения. Все подвергается... Такое, знаете, как бы это сказать... Как в советские времена нужно было пройти комиссию. Вот мы про... Вот каждая фраза, каждый жест, он проходит какую-то комиссию, и потом вот мы вот что-то выдаем. Вот этого настоящего, то, что мгновенно родилось, и мгновенно вот ты отдал эту эмоцию, его становится в жизни, к сожалению, все меньше. Все меньше... Все реже мы смотрим друг другу в глаза. Все реже мы друг другу говорим правду. В личных отношениях, на работе, в дружбе. Дружба уже стала понятием растяжимым, понимаете? И, знаете, любовь, она превратилась в отношения. Мы не любим, мы друг к другу относимся. И все вот так вот, понимаете? Все превратилось, превращается постепенно. Я не знаю, с чем это связано. Это связано с тем, что нас на планете становится больше, с тем, что время ускоряется. Неизвестно с чем. Но вот я всячески стараюсь, насколько это возможно, себя от этого убегать. Это очень сложно. Это каждодневный труд стараться говорить людям правду, смотреть собеседнику в глаза, говорить с людьми по телефону, а не отправлять смс. Потому что не отправлять смайлик, а писать мысль. Ну, действительно, ведь все упрощается. Раньше мы ходили в гости, потом мы стали звонить, потом мы стали писать смс, а теперь мы действительно отправляем смайлики. И как от этого себя уберечь, совершенно непонятно, потому что это такой же снежный ком, который, он растает, нарастает. Чем закончится, непонятно. Но вот я для себя определил, что единственный способ это максимально не давать себе возможность быть фальшивым. И, в общем-то, это ответ на ваш вопрос, что портит лицо. Именно это. Вы говорили уже и здесь, упоминали о том, что это в некотором роде психологический сеанс или, может быть, сеанс психоанализа, а не просто фотосессия или фотосет. И, в свою очередь, фотохудожник, фотограф профессиональный, он как бы как психолог пытается раскрыть человека. У вас был какой-то случай, когда вы так и не смогли раскрыть человека? Ну, поскольку я коммерческий фотохудожник, и большую часть работы я делаю для того, чтобы люди купили тот или иной товар. И неважно, какой это товар, это предмет. Или артист. Артист — это тоже товар. И, понимаете, современные... Я много снимаю современных артистов. И большая часть из них, они относятся к себе как к продукту. И большая часть из них играет определенную роль. И здесь просто иногда бывает просто не докопаться. Они не хотят, чтобы их видели настоящими. У них нет в этом потребности. У них есть другая задача. У них есть задача показать товар. Вот они придумывают себе какую-то оболочку и находятся в ней, вытащить оттуда этого человека из этой матрешки. Иногда бывает настолько невозможно и не нужно. У них задачи такой нет. Вы уже произнесли слово коммерческий. Для тех, кто, листая страницы Инстаграма, видит невероятные фотографии и хочет тоже быть в числе тех, простой человек, который придет с улицы, позвонит по заданному номеру, во сколько обойдется ему фотосессия у Аслана Масхата? Ахмадова. Ну, я не знаю, прилично об этом говорить. Прилично. Да, но мой съемочный день стоит 100 тысяч рублей. Я не знаю, для кого-то это большие деньги, для кого-то это, в общем-то, вполне приемлемые деньги. Это такое приключение, скажем так. Это ведь не просто пошел сфотографировался. Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что я все-таки достиг какого-то определенного высокого профессионального уровня. И надо сказать, что цена моего гонорара, она достаточно средняя для людей моего профессионального статуса. Поэтому я не знаю. Как профессиональным фотографам чувствуются, чувствуют, как они себя в современном мире, когда каждый человек сам себе фотограф со своей камерой в мобильном телефоне, все друг друга фотографируют, какие-то там ищут локации и так далее. Понятно, что они несоизмеримы с профессиональными фотографиями. Но вот обычно профессионалы не любят любителей в любой сфере. Говорят, ну что это? Вот я профессионал, а это что такое? Вам, вы испытываете какое-то такое неприятное чувство в связи с этим? Нет, это особенность времени. Мы живем в таком времени, где у каждого человека, где фотоаппарат стал частью нашего быта. Мы к камере относимся так же, как к вилке с ножом. То есть мы все вокруг фотографируем, предметы, людей. Ну, понимаете, все-таки вот вы держите в руках карандаш. Это же не делает вас художником, правильно? Это не значит, что, умея писать, ваша работа окажется в музее современного искусства. А мои работы висят в нескольких музеях современного искусства. И это является как бы неким и предметом гордости для меня, и это является неким способом для того, чтобы мои клиенты понимали, что, в общем-то, они приходят к профессионалу высокого уровня. Поэтому я не испытываю неудовольствия в связи с тем, что все умеют теперь фотографировать. Когда вам говорят, можно с вами сфотографироваться и делают вот так вот, ну, типичный жест для селфи, вас не коробит, нет? Нет, а почему меня должно коробить? Человек же это делает по какой-то причине, по понятной причине он это делает, только потому что относится ко мне с неким пиететом, уважением и для него имеет значение постоять рядом. Мне это приятно. Мне это льстит и приятно. Вы человек мира, можно так сказать. Вы родились в Баку, живете в России. Ваша супруга живет в украинской столице. Да, вы живете на несколько государств, и наверняка, ну, не наверняка, а точно в каждой из этих стран живет частица вашего сердца. К сожалению, так сложилось, и мы не можем об этом не сказать. Есть отношения, определенная ситуация на Украине, есть, слава богу, погашен, да, мы будем надеяться, конфликт на Кавказе. Коротко. Как изменилась Украина за эти годы, когда вы там последний раз были? И у вас есть ли ощущение, что вот этот Киев родной, в который мы привыкли приезжать, такой особенно изменился? Ну, я вам скажу честно, что у меня нет такого ощущения, потому что я не живу такой вот социальной жизнью. Понимаете, я все равно приезжаю, у меня там дом, семья, я нахожусь за городом, я в кругу друзей не испытываю никакого негативного отношения ни к себе, ни к стране, в которой я живу. Ни к претензии, никаких по этому поводу? Ни ко мне, ни к... Все наше окружение это умные, интеллигентные, творческие и нетворческие, разные, ну, по крайней мере, люди очень неглупые. К вашей супруге, народной артистке Украины, Ирине Билок, претензий по этому поводу не высказываетесь? Я надеюсь, что нет. По крайней мере, я, ну, вот, никогда об этом не слышал. Ну, вот, ну, так вот сложились обстоятельства сейчас, не дружат наши государства. Это катастрофа. На самом деле, это жутко мешает жить. Очень часто я сталкиваюсь с определенными проблемами въезда в страну, выезда из страны. И, ну, вот, ну, такое вот время, что делать? Я, на самом деле, это, вы понимаете, в чем дело? Я, я живу в ощущении, вот, в предвкушении войны, вот, что вот сейчас вот она произойдет последние 30 лет. Потому что я уехал из Азербайджана, там началась война, приехал в Россию, здесь начался путь. И потом, и всегда вот это вот, что вот-вот-вот сейчас, вот-вот сейчас, вот потом, ох, война, ох, вот. И, понимаете, в какой-то момент ты просто перестаешь уже на это реагировать, потому что нужно как-то выработать какой-то защитный механизм, чтобы с ума не сойти. Потому что, ну, кто же знал, что так вот случится, что между двумя родственными практически... Ну, это практически славянами. Да, с нациями произойдет такой конфликт. Кто мог это предпредвидеть? Никто. Никому бы в голову бы не пришло. Когда мы говорим о войне, применительно к ситуации на Кавказе, стоит ли какая-то война, какая-то территория жизни? Никакая война не стоит жизни людей. Вы понимаете, я... У меня есть еще такое хобби. Я пишу картины. Я занимаюсь, увлекаюсь живописью. И я нарисовал такой большой проект. Он связан с частью моей жизни, которую я прожил в Азербайджане, в городе Баку. Я не мог этого не сделать, поскольку это часть жизни, которая оказала на меня очень сильное влияние в становлении меня как личности. И вот одна из этих картин, она посвящена моему очень близкому другу. Это был прекраснейший, талантливейший, умнейший, образованнейший парень. Красоты невероятной. И так сложились обстоятельства, что его забрали в армию, и во время боевых действий его контузило. Вы понимаете, когда война, она где-то вот по телевизору, где-то вот она вот где-то вот, где-то, где-то происходит и не имеет такого прямого отношения к тебе, оценить мощь трагедии ты не можешь. Ты это можешь только понять, когда ты смотришь в глаза человека, которого уничтожила жизнь. Я говорить об этом без боли в сердце не могу, понимаете? Это не просто... Это живой человек, которого я знал, которому... У которого... Которому предвещали просто невероятное будущее, понимаете? То есть вот родители, семья невероятная. И это же... И все. Вот случилось так, что все, больше человека нет. Кому предъявлять претензии? Богу? Президенту? Кому? Жизнь уже сломана, понимаете? И сколько таких людей? Сколько таких... И на одной, и на другой стороне. Сколько этих несчастных родителей, которые не могут пережить смерти своих детей? Понимаете? Ну, как с этим жить? Я соглашусь с вами полностью. Более того, сегодня беспрецедентный случай, за который, возможно, я уже могу предусмотреть заранее о том, что будут критиковать. Но сегодня за этим нашим столом сидят и разговаривают два человека. Один азербайджанского происхождения, который рожден в Баку. И я, в которой течет армянская кровь, которая родилась в армянском Кировакане. И мы ничего не делим, и мы находим общие темы. И мы за то, я как мать троих детей могу сказать, что я за то, чтобы наши дети рождались, чтобы жить. И ничто не стоит смерти наших детей. А сейчас небольшая пауза. Честно говоря. Итак, что вы поняли из нашего сегодняшнего урока? Почему источники пресной воды на планете постоянно сокращаются? Воду часто расходят в пустую. Что каждому из нас нужно сделать, чтобы сохранить запасы воды для себя и для будущих поколений? Можно принимать душ, а не наберать целую ванну. А еще посоветуйте родителям сменить душевую лейку на водосберегающий душевой кран. Он позволит экономить до 45% воды. Если мы хотим сохранить питьевую воду в Московской области, то должны изменить наше отношение к управлению водными ресурсами. И начать следует, конечно, с себя. Реклама. 200 роботов-пылесосов, 50 кофемашин, 17 автомобилей, заграничных. И еще тысячи призов участникам акции заправляем подарками на АЗС «Статнефть». Приезжай и выигрывай! Срок проведения акции с 1 ноября 2020 года по 15 февраля 2021 года. Подробности об организаторе правил проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на сайте омодифистатнефт.ру Вы слушаете радиоканал «Радио-1». Для аудитории старше 12 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-номер FS-77-78-820. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 7 августа 2020 года. Город солнца – Солнечногорск. Здесь расположено самое большое озеро в Московской области – Синеж. Это искусственное водохранилище построили в 19 веке. Одно из красивейших мест города, набережная длиной 500 метров, лучшее место для променада. Как и в 18 веке, остановиться можно в старейшем здании города Путевом дворце. Посетите литературный и природный заповедник усадьбу Шахматова. За духом русской интеллигенции отправляйтесь в Солнечногорск. Реклама. Ты это видел? Триста шестьдесят. Неожиданное. Интересное. Яркое. Триста шестьдесят. Ответы на все вопросы на телеканале Триста шестьдесят. Шестнадцать плюс. Честно говоря. Мы продолжаем эта программа «Честно говоря» в студии «Радио-1». Фотохудожник Аслан Ахмадов. Говорим о жизни, о музыке, об искусстве и предлагаю продолжить нашу программу этой самой музыкой. У нас сегодня рояль в кустах, но человек, который сидит за роялем... Это мой друг. Это мой друг, с которым мы много лет уже плечо к плечу занимаемся музыкой. Это невероятно талантливый человек. Николай Николаевич Чермашенцев, музыкальный продюсер, невероятно талантливейший педагог. Он учит детей петь. У него совершенно потрясающие дети. Он учит детей в доме Сольки, такая есть школа детская. Он и меня учит иногда. Я, правда, его редко слушаю, но мне Люсев, знаете, говорил, она говорила, «Никого не слушай, дуй своё». Вот я дую своё. Но нужно сказать, что, знаете, пианисты и аккомпаниаторы это разные люди. Вот Коля, помимо того, что он невероятного дара пианист, он знаете, что самое главное для аккомпаниатора? Это уметь слушать. Он умеет очень слушать. Я это уже заметила. Он без микрофона вынужден уже полчаса слушать нас. Он умеет слушать при дыхании. Да, он, кстати, он, кстати, не подзвучен, он подзвучен только, только пальцы у него подзвучены. Поэтому он будет говорить своим инструментом. Поэтому давай мы лучше споём. Давай, Коля. Мне тебя сравнить бы надо с песней Соловлиною, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею, с черёмухой, даль мою туманную, самую далёкую, самую желанную, как это всё случилось. Три года ты мне снялась, Встретилась вчера. Не знаю, больше знаю, Я Я Мечту Свою Храню Тебя, Моя Родная Ни с кем Я не Сравню Родная Родная Самая Родная 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 Понятно, что есть команда визажистов, стилистов, всех тех, кто работает на один образ. Но вы, поскольку вы режиссёр ещё по профессии, вы ключевое звено, которое определяет, как будет выглядеть, какой образ у этой женщины. Наверняка, видя, вот знаете, когда стоматологи смотрят на тебя в жизни, они уже так думают, так, правый сверху, верхний, там ещё что-то. Я думаю, что вы тоже, когда приходят женщины и смотрите на них со стороны, уже представляете, ага, вот это там принцесса, вот это амазонка, я не знаю, вот это баба-яга, там ещё что-то, какой-то образ. Вы можете так сразу определить, какой образ подходит человеку? Ну, внутренне, конечно же, да. Но редко об этом кому-то говорю. Знаете, я люблю, но редко говорю об этом. Вот я вам сейчас предлагаю уникальную возможность. У нас есть такая специальная рубрика, в которой мы всё время что-то проверяем или что-то выясняем. Чекап! Па-бам! Вы знаете, что обычно чиновники, у них есть определённый дресс-код. И женщине на государственной службе очень сложно, потому что и профессия какая-то такая мужская, когда ты руководитель, да, нужно где-то стукнуть кулаком по столу. Ну и во внешнем виде это тоже отражается. Кто-то боится там выделять какие-то женские части для того, чтобы там лишних не было взглядов и прочего, и прочего. Поэтому женщины выглядят так, как принято в нашем обществе эти чиновники. У меня здесь фотографии. Фотографии глав городских округов Подмосковья женщин. Я вот хочу, чтобы вы своим взглядом, вот я вам буду подавать фотографию, буду говорить, кто это, а вы мне скажете, в каком бы образе вы изобразили эту замечательную женщину. Договорились? Ну, давайте попробуем. Просто здесь вопрос, ведь, понимаете, в чем дело? Ну, давайте, хорошо, давайте. Давайте попробуем. Давайте попробуем. К сожалению, те, кто слышат нас на радиоволнах, видеть этого не могут, но они наверняка знают, как выглядит тот или иной человек. Поэтому первая фотография Эльмира Хаймурзина, глава городского округа Красногорск. Понимаете, в чем дело? Вот женщины, занимающие тот или иной пост бюрократический, это определенный склад мышления. И в принципе они выглядят все приблизительно одинаково. Вот сейчас они закатили рукава. Да, они выглядят все приблизительно одинаково, это своего рода психология. Мне кажется, что мужчине вообще не очень ну как бы это ну как бы обсуждать Вы имеете ввиду некорректно, но мы не просим обсуждать внешний вид. Мы берем за основу, что все женщины прекрасны, и эти безусловно достойные женщины. Но какой бы образ, например, художественный просто образ вы бы предложили? Ой, так это сходу это очень сложно. А вот такая у нас сложная задача. Не знаю, это понимаете, как бы здесь вопрос не образа, а вопрос это еще зависит помимо вот помимо внешнего фактора от характера это зависит от того, как человек говорит, какая у него манера, какая пластика. Здесь очень много вещей от которых Я от Вас не отстану, Вы понимаете это, да? Поэтому Ну, не знаю, я очень сложно сказать. Это вопрос не сходу решаются такие вещи. Здесь нужно хорошенечко подумать. Хорошо, тогда я упрощу Вашу задачу, я Вам положу все фотографии, и Вы выберете ту, которую Вы точно знаете. Вот какой образ ей подойдет. Ну, как я и говорил, они, в общем-то, все приблизительно Ну, это официальные фотографии, да, которые на сайтах в муниципалитетах обычно размещают. У них даже позы, обратите внимание, у них даже позы у всех одинаковые. Ну, да, за столом. Николай, может быть, помощь друга. Да, Коля, может, ты подскажешь кого во что. Ну, вот тут даже, видите, Шанел, вот, надета на госслужбе человека, у нее костюм от Шанел. Знаете, сколько стоит Шанел? Мы спросим, скорая человек, изображенный на этой фотографии будет в нашей студии. Интересно, какая у нее зарплата. Так, выясним. Ну, не знаю, сложно сказать. Это вот, ну, вы хотите какой-то кино-кинообраз или что? Да, какой-нибудь образ. Ну, директор фабрики. Вот. Так, хорошо. Тогда спросим прямо в глаза. Мы же договорились смотреть в глаза без фальши. Если я приду к вам, какой образ вы придумаете мне? Вы слышали, мы с вами уже почти час общаемся. Ну, опять же, говорю, это, это, знаете, как что вот мне напоминает? Вот раньше в советские времена было так, приходишь в парикмахерскую и был набор причесок. Вот прическа такая, прическа такая, львица там, я не знаю, сосоны, еще там, еще как-то они там назывались. И вот всех стригли по этому формату. Потом были, потом у всех, у всех, у нас в детстве есть эти дебильные фотографии из советского... С одним бантом. С одним бантом и с телефоном, знаете, вот... Да, да, есть такая у меня. Вот это, это желание всех воткнуть какой-то определенный формат. А вы воткните не в определенный. А чтобы не в определенный формат, это, понимаете, это долгий процесс. Это невозможно сделать вот так вот за пять минут. Это надо с вами пообщаться, надо понимать, о чем вы думаете, какие вы книги читаете, какие вы фильмы смотрите, как вы себя ведете в жизни, какая у вас пластика. Теперь я понимаю, почему сто тысяч. Какая... Как... Ну... Женщина, она состоит из мельчайших нюансов. Невозможно на нее просто как на манекен надеть что-то и превратить ее в королеву красоты. Не бывает так. Не случается. Нет фокуса в жизни, понимаете. Если вы хотите качественного какого-то отношения к своему внешнему виду, думать об этом надо. Нужно углубленно относиться. Если, понимаете, в человеке не просто же так было сказано, должно быть красиво все. И одежда, она там в самой последней очереди. Потому что это... Это производное от того, что мы из себя представляем ментально. Сегодня у вас суперкорректный мужчина, который не будет говорить женщинам об их недостатках. Говорили. Тогда поговорим о вашей профессии. Очень много профессий в современном мире уходят. Они уже становятся неактуальными, невостребованными. Для тех ребят молодых, которые сейчас мечтают стать фотохудожниками, вы посоветуете выбирать такую профессию? Если они чувствуют в этом призвание. Если они ощущают, что вот без этого они в жизни не проживут. Понимаете, сейчас еще такое же сложное время, что... Мы уже говорили об этом, что фотокамера, она... Раньше, чтобы сделать портрет, нужно было потратить на это время. Нужно было научиться пользоваться фотокамерой. Нужно было как минимум знать там сотни комбинаций между диафрагмой и выдержкой. Сейчас не все даже знают, что это такое. Понимаете? Знать, как проявляется пленка. Ну, нужно было какое-то приложить к этому... Теоретическое большая часть. Теоретические знания. Сейчас все так просто. Цифровая техника позволяет сделать фотографии нажатием одной кнопки. Просто нажимаешь, все получилось. Ну, там, сделал тысячу кадров. Из них одна вроде как бы ничего, вроде как бы вот похоже на фотографию. А если еще и удачно встала под свет, все, фу, портрет высокохудожественный. Если человек, который берет в руки камеру, живет с ощущением, что он этим предметом, помимо того, что может ударить кого-нибудь по голове и убить, чтобы это не стало предметом оружия, а стало предметом созидания искусства, вот если он чувствует, что он этим инструментом сможет украсить жизнь, не только свою, а еще чью-то, тогда стоит этим заниматься. Продолжая тему Подмосковья, не получилось у меня, не буду вас уже мучить. Вы когда-нибудь работали где-то на территории Подмосковья, может быть, в каких-то локациях или в каких-то не случалось? Очень много где, я часто выезжаю. Тогда какие локации для вас в топ-3, топ-5 подмосковья? мне очень нравится, там очень красивая природа, я там часто снимаю, там совершенно потрясающие места. Вот недавно, кстати, была сделана съемка, там я снимал летом буквально. Я очень часто там бываю. Если сравнивать пейзажи подмосковной средней, там другой полосы России, Кавказа, Европы, какие вам лично по душе? Вы знаете, у меня нет такого какого-то конкретного места, вот которым, я вообще, я человек, лишенный вот этого чувства ностальгии, я никогда никуда не возвращаюсь. вот, вот у меня нет ощущения, что вот вернусь туда, где мне было хорошо, и там вот мне, может быть, будет хорошо, я так не отношусь. Дважды в одну реку не войти? Ну, нет, я с удовольствием вспоминаю какие-то такие вот счастливые события в моей жизни, но у меня нет желания их повторить. И, если случится так в жизни, что я там снова окажусь, и там будет еще лучше, чем было когда-то, ну, супер. так вот, чтобы как-то тяготеть каким-то воспоминанием из прошлых. И ими жить, нет, я этим не живу, я… что-то с грудью, что-то с печалью, что-то с невероятной радостью и светом вспоминаю каких-то людей, какие-то события, какие-то места и какие-то… Потому что места же они сами по себе ничего не значат, это просто место. Чтобы оно имело какое-то важное значение, там что-то должно произойти, понимаете, там что-то должно быть человек какой-то, который тебя связан, какое-то ощущение, какой-то период твоей жизни, ну что-то связанное с именно... Потому что не вместе дело, а дело в тебе, дело в твоей голове, и то, как ты воспринимаешь через свои глаза вот это вот... Попытаемся выяснить, как вы воспринимаете, и что в вашей голове. Вы фотограф, художник, вы поёте, у вас очень много разных талантов и занятий, вы очень яркий представитель того, когда говорят талантливый человек, талантлив во всём. Спасибо. Я абсолютно в этом убеждена. Если расставить вот эти ваши занятия по степени значимости, что для вас будет первым и что следующим? Ну, так сложилось в жизни, что я очень много, что умею делать хорошо. Я даже не знаю, иногда вот есть какие-то вещи, я даже не знаю, зачем я это... Например, я очень хорошо готовлю. Я вот прям... Ну, вот исключительно хорошо готовлю. Я говорю об этом... Это идеальный мужчина. Я говорю об этом без стеснения. Я умею это делать. Я не знаю, зачем мне это надо, потому что, как бы, ресторан открывать я не собираюсь, понимаете? Вот точно так же петь. У меня нет певческих амбиций, понимаете? Чтобы вот... Ну, умею это делать. Вот зачем-то Бог дал мне вот это качество. Я не отношусь к этому, как делаю в своей жизни. То есть я вот... Я делаю это с огромнейшим удовольствием. Вот это мне приносит какое-то невероятное... И когда я пою, когда вот собирается еще какая-то компания у людей, которые с удовольствием слушают, для меня это большое счастье. Но главное и основное занятие в моей жизни, это все-таки моя профессия. Это фотография. И я без ложной скромности исключительно хорошо в ней разбираюсь. Я, несмотря на высочайший уровень своих профессиональных навыков, по-прежнему продолжаю этому учиться. И ощущение, что я еще что-то могу в этом сделать, несмотря на мой уже достаточно такой осознанный возраст, у меня по-прежнему присутствует. И ощущение радости от процесса работы по-прежнему во мне есть. И я работаю... Понимаете, как бы... Я очень люблю свою работу. Я получаю от нее вот прям наслаждение. Потому что... И это не то, что вот как бы ты сделал красивую фотку, и вот кто-то на нее посмотрел, потом и порадовался. Нет. Мне доставляет это удовольствие. Все, весь процесс. С момента, вот когда я выезжаю из дома на съемку, вот когда я собираю свой чемодан, на каждую съемку я собираю новые... Вот у меня несколько этих вот рэков специальных фотографических. И на каждую съемку я готовлю свой чемодан. Понимаете, как бы я... Как парашют, да? Да, как парашют. Я знаю, какой мне нужен для этого объектив, какой набор объективов, какие камеры. И я это делаю... Каждый раз выезжая на съемку, я это делаю с огромным удовольствием. У меня съемка начинается дома. Она не на студии, не на локации какой-то. Она начинается... Вот сам процесс, он начинается... Когда я начинаю об этом задумываться, как я буду снимать того или иного героя, который окажется перед объективом моей камеры. Я это делаю с наслаждением. Вот моя работа, она приносит мне радость. Понимаете? И очевидно, поэтому люди, которые попадают в этот процесс, они входят в это состояние. Понимаете? Потому что команда людей, которые со мной работают, это люди, которые годами были собраны, которые имеют такое же отношение к своему профессиональному участию в этом процессе. Это люди, которые много лет были отобраны мной и Богом. Понимаете? Потому что, чтобы оказаться на этом самом месте, они прошли такую же эволюцию профессиональную, как и я. Ковид не внес свои коррективы в 6 команд? Ну, естественно, внес. Конечно же, внес. Это невозможно было избежать. К сожалению, мы, как и все, 6 месяцев вообще не работали. Вообще не было работы. И я не знаю, там кто-то придумывает какие-то съемки через интернет. Я не знаю, что это за глупость. Но это естественно. Это все как-то отразилось на нашей жизни. Даже говорить про это не хочу. Я хочу, чтобы это закончилось побыстрее. Очень хочется успеть еще одну песню. Очень короткий вопрос и очень короткий ответ. В этом вашем списке важных вещей семья на каком месте стоит? На главном. На главном. Ну, как бы из этого. Работа, это, конечно, все здорово, но это не самое главное. Это очень важное место в жизни. Но семья важнее. Семья важнее, конечно. Это был Аслан Ахмадов. Я Кристина Никитина. Это программа «Честно говоря». Мы еще не завершаем. Завершим мы сегодня так же, как и начинали с музыки. Слушайте нас в эфире. Следите за анонсами в социальных сетях. Следующий выпуск программы «В понедельник». Николай Николаевич у нас. Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы... Ну, это на самом деле так важно, что вы в такое сложное время потратили свое время на час общения с нами. Спасибо вам большое. А мы для вас споем. Твои следы В сугробе у реки Как и слюды Они тонки Чуть подморозило Два крошки И звезды в них дрожат Светясь Как угольки Возьму в ладонь Хотя бы один твой след Но только трон Он просто снег Он разлипается Он рассыпается И вот в руке Одна вода Следа нет Внутри твоих следов Лед раздавания Ну, поверни Ну, поверни Ну, поверни Следы обратно Сквозь чуждые следы Сквозь расстояния По собственным слезам По собственным следам Честно говоря На правах рекламы Здравствуйте В эфире программа Новости компаний 12 ноября Отмечает свой Профессиональный праздник Сбербанк В 1841 году Император Николай I Подписал указ Об учреждении Сберегательных касс В России Этот указ Положил начало Сберегательному И банковскому делу В нашей стране С тех пор философия Сбербанка Остается неизменной Помогать клиентам И быть рядом В самые важные моменты Жизни человека Сегодня Сбербанк Больше, чем банк И есть десятки причин Рекомендовать Сбербанк Друзьям и знакомым Во-первых, Сбербанк Это удобно Решить банковские вопросы Можно, обратившись В один из 509 офисов В Московской области С другой стороны Сбербанк Это технологично Оплатить услуги ЖКХ Перевести деньги Оформить кредит Открыть вклад Подать заявку на ипотеку Можно, не выходя из дома Кроме того Сбербанк объединяет Различные сервисы И продукты Компаний Экосистемы Сбера От сервисов По доставке еды До подарочных сертификатов В магазины И онлайн-кинотеатры Поздравляем всех сотрудников И клиентов С праздником Подробнее об услугах Сбербанка На сайте Сбербанк.ру О сервисах И продуктах Компаний Экосистемы На сайте Сбер.ру Новости компаний Достоверная информация Из первых рук ПАУ Сбербанк Генеральная лицензия Банка России На осуществление Банковских операций Номер 1481 От 11 августа 2015 года Дорогие жители Подмосковья С вами Анита Цой В июле этого года Я переболела ковидом Борьба с ним была Очень непростой И я вам должна сказать Что это по-настоящему Опасная болезнь Которая несет в себе Большое количество Непредвиденных осложнений Мне безусловно Как и вам Хочется поскорее Чтобы все ограничения Были сняты Чтобы мы полностью Вернулись к привычной жизни Я понимаю Насколько опасен Данный вирус Друзья Нам расслабляться сейчас Вообще никак нельзя Я обращаюсь к вам С большой просьбой Давайте по-прежнему Максимально соблюдаем